В чемпионате Сергеевского района по футболу в минувшее воскресенье состоялись матчи пятого тура. Энергия без особых проблем разобралась с двигатель-сервисом. Игра завершилась со счетом 5-1. Сергей Белов с товарищами после четвертой победы подряд набирает 13 очков. Столько же у Гузовика дружина Кирилла Григорьева разгромила в пятом туре траекторию сервиса, отправив в ворота соперника 10 безответных мячей. На ваших же экранах противостояние молодых. Сергейский губернский техникум встречался с детской юнжской спортивной школой. И тем, и другим очки были нужны, как воздух. Долгое время в первом тайме забить не удавалось никому. Однако ближе к перерыву точный удар Никиты Швецова заставил вратаря студентов Илью Кручинина капитулировать 1-0. Однако Дюсш недолго пребывали в роли лидера. В воскресенье день рождения отмечал ОСГТ Андрей Сахнов. Главный форвард этой команды в этот день повел партнеров за собой. И перед самым перерывом, благодаря его усилиям, равновесие было восстановлено. В втором тайме команды обменялись забитыми мячами. И студенты все же смогли забить решающий гол. В итоге СГТ отпраздновали победу со счетом 3-2. Голы у победителей забили Денис Сергеев и Гарик Сараян. Никита Швецов у проигравших оформил дубль. Нефтяник одержал первую победу, выиграв у ветерана со счетом 2-1. Инвест же не смог продлить свою серию без поражений. Колос из Кармала Делякова забил два мяча. Отличились Илья Редькин и Максим Корягин. У Инвеста единственный гол на счету Дмитрия Мирского. В итоге поражение 1-2. Команда проигрывает первый раз в сезоне, но остается на третьем месте в таблице. Матча шестого тура запланирована на конец этой недели. 4 октября состоятся пять встреч. В 13.00 между собой сыграют два лидера «Энергия» и «Газовик». Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова